друзья доброе утро всем у нас пасмурное идеальное время для высадки моих растишек вчера вечером не успели занимались стройкой и они у меня простояли всю ночь сейчас время 7 утра я выкопала ямки сейчас все это по высажу не мне простояли ночь в этом стимуляторе hb101 сейчас мы благополучно высаживаем землю две розочки две гортензии одна гортензия два клематиса форзиция флоксы все это пойдет на свое постоянное место жительства что вы думаете дождь опять представляете едва успела высадить даже по уже высаживала спина была мокрая ничего не можем дождь делать стройка стоит краска не высохла в общем посадила вот сюда флокс камешками обложила чтоб не забыть потому что выпали запросто вот сюда один флокс если конечно не взойдут там корешочки были в мешочке далее сюда посадила клематисы я же все мечтаю закрыть эту стенку вот сюда один клематис и вот сюда чтобы они прижились а здесь конечно же трава началась но ничего сыния у меня здесь кохи я написал где забыла прям вот это слово здесь вот я высадил вот эти они жару не бояться ничего не бояться они пойдут вот так будут свисать но это она самосея вам питунечка выросла конечно цене видите как в горшке у меня нынче но они вроде не сильно высокий здесь у меня тоже здесь розочку подвязала беленькая вчера упал какие-то черные пятна пошли прям мне не нравится надо обрабатывать уже после дождя уже все начинает болеть просто после обильных дождей понимаете вот это роза ничего эльфа немножко тоже пострадала уже от дождей все коричневые цветы стали гнить и наклонились сильно но это вообще она вообще не любит дождь у нее сразу же увядание начинается я обрежу обрежу немножко сейчас управляюсь я обрежу все вот эти цветочки и полегче было вот они мои красотки красотки мои маленькие они уже там по моему отложили яйца сидят сидит ласточка но я не буду подходить потому что они нервничают все в общем туалет вчера покрасила но краска немножко липнет всю ночь шел дождь видите все мокренько и сегодня на весь день дождь стоит вот такая вот черная пелена на небе клубничка немножко выпала лусы желательно обрезать конечно не знаю половину я уже обрезала первый раз здесь у меня огурчики я вам не показывала огурчики вот это вот у меня китайские вот такие длинненькие это маленькие сережки то эти уже все позавязались а здесь у меня разные разные виды вот уже китайские почти что готов к обрезанию кушанию там вот китайские вот они видите какие длинненькие в общем обрабатывала я их нынче уже говорила вам йод молоко там мыло потом от букашек фитовермом и еще от болезней обрабатывала хомом ну все что-то за мухи то такие противные вот так огурчиками выглядят перчики вот так вот в ряд посадила и так в ряд они друг друга держать будут если не будут держать значит какая трава ты это перец если не будет держать значит буду колышки устанавливать и подвязывать либо вот сюда к верху все практически все здесь у меня какие-то еще цветочки сидят ну воткнул воткну не знаю тут тоже взошло не зашло трава не трава сажала же вот это все никак не могу вырастить остеоспермом два вида покупала два пакетика они выгорели конечно они были красненькие тут и беленькие всякие но на солнце картинки выгорели оказалось что как будто они все белые укроп который остался в корнях который я прошлый раз снимала видите он от корня оказывается еще раз идет очень здорово то есть его и покупать то не надо больше вот эти розеточки вот срезать да и все и пользуюсь а он такой пушистый классный такой вообще классный прекрасный так сказать хороший укропчик все на опыте учусь так бы знала конечно я бы все их с корнем не срывала там насколько сил видать хватило вытрала остальное осталось и все и они снова пошли в общем огурчики вы увидели если в длину посмотреть то они вот больше мои ладошки уже такие тощие но не сладенькие эти китайские мне нравятся мы же не солим огурцы поэтому только на еду до остатки остаются курям отдаем калу вот сюда прикопала вроде бы живенькая она там посмотрим дождик опять идет настолько мелкий сейчас и сюда встану под эту покажу вам куда посадила форзицию вот здесь у нас была яблони больная это гортензия тоже от этой же фирмы от садового рая и вот сюда форзицию посадила буду ее формировать шариком и она мне не будет большая в общем практически мне все засажены розы под виноград не стала досаживать там тоже не стал досаживать досадила вот сюда вот сюда одну розочку вот и сюда вот так же камешками обложила а гортензии сюда гортензиям посадила все как прирастет вам покажу красота страшная сила ну что пришло время обрезать их дождик их вообще все замучил видите целая тачка роз они вроде бы и бутоны нормальные а вот с этой стороны они от дождя все пожухли и я их сниму потому что они иначе вот так вот все будет все засорят солнышко выглянет они снова наберут бутончики вот они уже набрали видите хотя он тоже поврежден буду убирать чудил я обрезаю примерно на 10 сантиметров шапку ножницами прям сейчас камеру положу буду вот такими ножницами а секаторами эти розочки красные ничего но розовая очень пострадал вот такие вот у меня сегодня делал так ищем кабачки где-то были уже наверное переросли каждый день собираюсь снять его вернее сорвать вот видите какие уже это уже переросток считается но все равно сорву потому что хочу сегодня потушить на гарнир кабачки может быть где-то еще да вот еще кабачулечка ножницами что ли срезать ножницами удобнее уже начали перерастать точно не буду до больших размеров потому что все уйдут курицам если их чуть не отрывается вот три они подросли вот это у меня тыквы помидорки тут тоже подросли подсолнухи сегодня первый день нету дождя возможно что-то и начнет на солнышке наливаться все три кабачка но достаточно вот эти кабачки я первые высаживала здесь как-то нету пока еще все и заросло мокро потому что все нету нету здесь а те кабачки быстрее дали урожай которые были позже высажены обед приготовлю сегодня с кабачками будем кушать смотрите какая капуста уже завязалась видите и это средне спелая а вот это вот ранее она почему-то не завязалась а средняя она быстрее завязалась чем рванее очень интересно вот это все у меня средняя а здесь такие кочаны видите какие уже о такие огромные кочаны там тоже он белый вон белый то есть получается что средняя раньше чем ранее кого так же интересно а вот эти вот 6 вот это ранее они вообще завязали табак вон какой большой цветет уже ну у нас сегодня вот такие вот дела заканчиваем мы перестройку нашего бывшего туалета с душем выложили здесь вот плитку какую собрали по участку у нас какая была всякие обрезки остатки так все в одном стиле вроде бы и вот сюда вот сделали из старой тоже вот этой штучки которая была на душе сделали дверку есть еще тоже ничего не мута ничего не делали грязное еще от это все от прошлого вот так будет закрываться плитка свежая только что выложила по быстренькому и нам теперь нужно купить унитаз и поставить бочку мы купили для воды бочка 200 литровый будет стоять сзади а для душа будет наверху пластмассовый бак будет нагреваться от солнца сейчас открыла чтобы плитка сохла дверка открытая так вот так все это выглядит все том же стиле только стало все ровненько и как бы все в рабочем состоянии теперь не ямы ничего там не будет прогнившей и вонючей будет обычным унитаз городской на зиму будем воду сливать чтобы унитаз не лопнул а летом будем пользоваться зимой в основном огороде ничего не делаешь поэтому будем только плюсовые температуры им пользоваться